С 19 по 21 октября в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский круглый стол развития системы детских школ искусств 2023. Актуальные вопросы реализации дополнительных образовательных программ в области исполнительства на духовых инструментах. Это ежегодное событие, куда съезжаются руководители, педагогические работники детских школ искусств, а также представители региональных методических служб и специалисты органов управления культурой со всей России. Круглый стол проводится с 2016 года при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Для детских школ искусств это знаковое мероприятие, которое помогает развиваться, находить новые пути решения проблем. В этом году Круглый стол собрал почти 400 участников из 22 регионов страны. Внимание собравшихся было направлено на обсуждение вопросов, касающихся реализации образовательных программ на духовых инструментах. По словам участников, это действительно наболевшая тема. То, что нас волнует очень последние годы, это развитие духовых направлений, духовых отделений детских школ искусств, потому что от них зависит то, какие абитуриенты к нам придут потом в училище, в наши профильные вузы. И от этого зависит, кто потом придет работать в наши оркестры, в наши творческие коллективы, и кто вернется потом работать опиратно в детские школы искусства, готовить к себе следующую смену. Нехватка кадров сегодня катастрофическая. Я рассказывала сейчас со сцены, что у нас сегодня сложилась ситуация, когда крупный филармонический оркестр вынужден решать вопросы заработной платы на уровне губернатора. Мы должны создать условия творческой реализации, потому что все, кто учится в музыкальных школах, в музыкальных училищах, это артисты, это люди, которые выходят на сцену. Им очень важно реализовать свои возможности, им очень важно реализовать свои таланты и продвигаться дальше. У них должны быть перспективы развития. И это тоже можно поддерживать. Это повышение квалификации, это взаимодействие с интересными людьми, творческие школы, участие в таких же конференциях, ощущение себя частью профессионального сообщества. Когда человек себя ощущает в этом, он комфортно, он может дальше развиваться. Первый день круглого стола прошел в стенах Санкт-Петербургской детской музыкальной школы имени Глазунова. Сегодня показывают то, что интерес у людей есть. А если есть интерес, то надо детей учить, нужно приобретать и изгодить музыкальные инструменты, нужно создавать структуру, нужно создавать специальные центры. Нужны педагоги, нужны методики. Ну и, в общем-то, вот это все меня очень радует. Во-первых, настрой этой конференции. Мне очень нравится правильная постановка вопросов, которые здесь есть. И я уверен, что мы получим очень хорошие рекомендации от участия в конференции. Проблема краснокнижных инструментов требует детального рассмотрения и нестандартных подходов решения. Участники круглого стола обсудили основные сложности, которые существуют во всех школах искусств. Я думаю, что вместе, сообща, вот в этом общении, мы сможем донести до нашего руководства, да, и Министерства культуры Российской Федерации в том числе, те болевые точки. И самое главное, предложить те решения, которые, вот мы люди, которые работают, что называется, на земле, да, имеем предложить для того, чтобы вот перестроить в чем-то вот эту систему существующую, да, для того, чтобы дети, которые заканчивают нашу школу, имели возможность поступать в профильные среднеспециальные учебные заведения. Ну вот большинство, скажем так. И самое главное, мы на региональном уровне ведем разговоры с муниципальными органами власти о том, чтобы они находили возможность в обеспечении жильем тех специалистов, которые заканчивают среднеспециальные учебные заведения и возвращаются уже к нам в регион. И такие прецеденты у нас есть. В первый день мероприятия также открылась выставка духовых музыкальных инструментов, которые производятся в России. Примечательно, что отечественные мастера не только предлагают широкий ассортимент духовых инструментов, но и модернизируют их специально для детей. Для ребенка, когда он получает еще первые навыки совершенно в том, чтобы формировать амбушюр дыхания, вообще понимать, как инструмент вообще звучит, может звучать, на этом этапе для него гораздо более важно, чтобы это было легко, чтобы инструмент был легкий в руках, легкий на продув, чтобы этот аспект ему не мешал понимать, как функционирует духовой инструмент. Например, среди наших инструментов, представленных на выставке, можем рассказать про фаготина, представленный здесь, нашей компанией. Та же трость, как у взрослого фагота, это те же дыхательные принципы, так или иначе, но инструмент гораздо легче, он гораздо меньше по растяжке пальцев и дуть в него гораздо легче. И на таком инструменте можно начинать играть уже с 9, с 10 лет. Участники мероприятия не только озвучивали проблемы реализации образовательных программ на духовых инструментах, но и делились своим опытом решения. Например, в Санкт-Петербурге вопрос стоит не так остро, потому что там нашли свой подход. Мы выделяем дополнительное финансирование, мы изыскиваем средства для того, чтобы приобрести инструменты, пригласить исключительно положительно оцениваем тенденцию, когда приглашаются преподаватели. Да, может быть, не на целую ставку. Да, безусловно, в качестве совместителя. Но он придет, приведет за собой еще и ребят, которые, ну, как минимум, сарафанным радио расскажут. Потому что это особая атмосфера преподавателей духовика. Они драйвовые, если говорить языком молодежи. Они действительно заряжают. И когда начальные навыки получены, через три года обязательно любой духовик садится в оркестр, учебный оркестр. И становление будущего профессионального музыканта не может происходить без участия в конкурсах. И возможности для таких конкурсов есть. Второй день круглого стола был не менее насыщен. Он проходил сразу на трех площадках. В Санкт-Петербургской детской музыкальной школе имени Глазунова состоялись мастер-классы ведущих преподавателей классов духовых инструментов. На самом деле совершенно замечательные были сегодня дети. И очень способные. То есть они быстро реагируют на те какие-то пожелания. Они свободные, они не зажатые. И на самом деле очень хорошая реакция зала. Потому что вот сколько участников. Участники это все, кто присутствует в зале в том числе. И, наверное, те, кто даже ее слушает. Потому что главное, чтобы эта информация для кого-то была полезной. И вот когда есть обратная реакция, это очень важно. И потом вопросы из зала тоже подчеркивают, что это было применимо кому-то. Кто-то что-то для себя подчеркнул. И, может быть, даже сможет использовать в работе. Наверное, это самое главное. Параллельно в Санкт-Петербургской детской школе искусств имени Глинки проходила городская научно-практическая конференция. Методическая деятельность в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства. Оказалось, что тема не менее болезненная. Методисты есть далеко не во всех школах. И зачастую их работа ложится на плечи заместителей директоров по учебным вопросам. Сегодняшняя моя моя пьяная школа не спасает вот такой передолженности, как методист. Не только преподаватель, но и методист. И как-то взял на себя всю большую, новую работу на совершенствовании в методе по объединению профессионального общества, по выполнению библиотек, нужной литературы. После вот этой конференции у нас уже столько планов. Мы горим желанием поскорее вернуться и пытаться все это воплотить в жизнь. Потому что много интересного, много нового. Особенно интересная для нас новая, интересная законодательная база. Поэтому мы очень довольны, что нас пригласили, что мы послушали. Я надеюсь, что это не последний наш визит. И, может быть, даже придет время, когда мы сможем не только слушать, но и рассказать о наших наработках. Потому что на сегодняшний день мы не настолько сильны и крепки. Но, тем не менее, у нас тоже есть талантливые дети, талантливые преподаватели. Хотелось бы их показать. Вечером второго дня в Государственной академической капелле состоялся концерт специалистов, ансамблей и оркестров детских школ искусств, детских музыкальных школ Санкт-Петербурга. В нем приняли участие. Международный симфонический оркестр «Таврический» под управлением дирижера Народного артиста Кабардино-Балкарской республики Михаила Голикова. Юные музыканты имели уникальную возможность выступить в качестве солистов с профессиональным оркестром. Организаторам удалось собрать на сцене капеллы сводный духовой оркестр студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени Мусоргского. И учащихся детских музыкальных школ Санкт-Петербурга. О необходимости создания таких оркестров много говорили участники «Круглого стола». Завершил «Круглый стол» концерт-презентация исторических деревянных духовых инструментов «Дыхание Ренессанса» и «Барокко» ансамбля «Блокфлейт» «Терца Рома» под руководством Владимира Парунцева. Результатом «Круглого стола» стала принята резолюция с предлагаемыми решениями насущных вопросов. Также участники конференции внесли предложения в адрес Министерства культуры Российской Федерации и учредителей детских школ искусств. О включении квалификации Руководитель самодеятельного оркестра Федеральные государственные образовательные стандарты Среднего профессионального образования По специальности инструментальное исполнительство по видам духовых и ударных инструментов Об активизации подготовки кадров для детских школ искусств по целевому приему Об оснащении детских школ искусств комплектами инструментов для духовых оркестров Об поддержке молодых специалистов, преподавателей духовиков детских школ искусств и предоставление им ряда социальных льгот и гарантий. Также был внесен ряд предложений руководителям и преподавателям детских школ искусств активизировать процесс реализации сетевых образовательных программ с целью создания духовых оркестров, реализации образовательных программ по видам духовых музыкальных инструментов гобой, фагот, валторна, тромбон, туба с использованием ресурсов нескольких детских школ искусств. Редактор субтитров А.Семкин